Мир в последние десятилетия меняется с невероятной скоростью, и основной катализатор изменений в эпоху экономики знаний – это люди. Чем выше темп изменений, тем важнее развивать синергию при трансформации процессов во всех сферах общества, особенно в образовании. Существующие системы демонстрируют свою уязвимость, методы обучения серьезно устарели, ценности, существовавшие на протяжении поколений, оказываются хрупкими перед лицом кризисов. Человечеству нужны новые ориентиры, новые форматы коммуникации, новые модели и принципы в образовании, чтобы построить более безопасный, более справедливый мир для будущих поколений. Концепция образования ИКС выходит со пределы физической аудитории и связывает экспертов из различных регионов мира в образовательные хабы. Это образование обладает способностью к настройке и позволяет студентам, вне зависимости от их региона, уровня дохода и других факторов, получать доступ к знаниям и образовательным курсам, которые необходимы им для развития. Образование ИКС – это сообщество наполненных энтузиазмом профессионалов в сфере образования, место, где мы делимся своим опытом и аналитикой, находим вдохновение для будущих достижений. Сегодня, встречаясь в Храме Знаний, мы трансформируем мир прямо сейчас ради прогресса человечества и лучшего будущего. Всем добрый день еще раз. Позвольте мне еще раз представиться для тех, кто только что к нам подключился. Меня зовут Дмитрий Щугарев, и я рад приветствовать вас на третьей конференции Global Impact Conference под названием «Образование ИКС как катализатора будущего» как онлайн, так и здесь, в Нижнем Новгороде. Я очень рад возможности быть сегодня модератором и уверен, что останусь под большим впечатлением от сегодняшнего мероприятия. Ведь сегодня с нами в студии собрались влиятельные эксперты, которые поделятся передовым образовательным опытом, реальными советами, инициативами, прокладывающими путь к образованию будущего, открытому для всех, устойчивому и инновационному. Поскольку конференция Global Impact Conference в этом году ориентирована на образование, выбор местопроведения, Нижний Новгород и, в частности, Академия Маяк не случайен. Нижний Новгород – это город с 800-летней историей. Является не только культурной жемчужиной, но и одним из ключевых промышленных и технологических центров России. Здесь насчитывается более 300 промышленных предприятий, более 50 высших учебных заведений и 20 научных центров. Недавно открытая Академия Маяк – одно из самых красивых исторических зданий, которое расширит возможности инженеров, предпринимателей, IT-специалистов и ученых атомной и других стратегических отраслей. Конференция Global Impact Conference всегда была пространством для тех, кто занимается вопросами устойчивого развития. Но сегодня мы выводим разговор на совершенно новый уровень. В этом году, в 2022 году, в конференции принимают участие эксперты из 20 очень различных разнообразных стран, которые будут вести честный и вдохновляющий разговор о тенденциях, проблемах и возможностях образования в ближайшие годы, а также обсудят, как мы вместе можем создать будущее, привлекательное для всего человечества. В сегодняшнем неспокойном мире, в котором все взаимосвязано, где даже незначительные события могут определять ход истории, единственной путеводной звездой человечества является образование, которое передает ценности, необходимые нам для преодоления нестабильности. Как однажды сказал покойный Кофи Аннон, бывший генеральный секретарь ООН, «Если вы хотите идти быстро, идите в одиночку. Но если вы хотите идти далеко, идите вместе». Итак, без лишних слов, давайте откроем нашу конференцию и зажжем светлое будущее уже сегодня, заложив основу для перестройки образовательных систем и проложив путь к настоящей экономике обучения. Итак, мы готовы открыть конференцию Global Impact Conference 2022 года. Позвольте мне передать слово для приветствия Алексею Евгеньевичу Лихачеву, генеральному директору Госпроферации «Росатом». Доброе утро, коллеги! Доброе утро! Да, Дмитрий, рад вас видеть, слышать. Надеюсь, что вы меня тоже слышите, видите хорошо, что есть не только связь, но и перевод. И, конечно же, с огромным удовольствием приветствую участников конференции, тысячи людей, которые сейчас на удаленной связи, и, конечно же, тех наших товарищей, коллег, которые собрались в Нижнем Новгороде. Так получилось, что обстоятельства не позволяют мне быть в своем городе, в городе, где я вырос, где всю жизнь проработали мои родители, и в том числе на предприятиях атомной промышленности. Но, поверьте мне, и сердцем, и душой я с вами, и в этом замечательном месте под названием «Академия Маяк». К этой теме мы еще вернемся. Теперь о нашем важном мероприятии. Третий раз мы собираемся в формате такой конференции, и каждый раз мы поднимаемся на этаж выше. По качеству разговора, по тем выводам, по тем решениям, которые мы на этих конференциях принимаем. Нынешняя конференция посвящена теме образования. Образование в наше непростое время. С одной стороны, образовательные программы должны быть устойчивыми, отвечать на те вызовы, которые существуют в мире. И понятно, что давление на вот эту сферу знаний, на сферу образования, оно по мере развития человечества будет только нарастать. С другой стороны, очень важно отметить, что в русском языке у слова «образование» есть два значения. Первое – это образование в смысле получения знаний и получения соответствующего подтверждения. Сдача экзаменов, дипломов, образование начальное, среднее, высшей степени, вплоть до удостоверения и диплома академиков. Но есть еще и другое, другая коннотация слова «образование». Образование в смысле создания, в смысле рождения, если хотите, новой сущности. И в данном случае, конечно, речь идет об образовании не только с точки зрения получения знаний, но и образовании человека во всех его аспектах. Не только обладающего знаниями, но и социально активного, способного не просто реагировать, а изменять вот эту сложную нынешнюю повестку, проще говоря, делать нашу жизнь лучше. И вот в этом основной смысл. Как соединить в одном и получение знаний, развитие человеческой мысли. Но делать это не просто, что называется, для расширения научного кругозора, а делать это во благо человечества, делать во благо своих стран, своих народов, тех городов, в которых мы живем. Вчера был очень интересный разговор с нашей командой, молодежным советом Impact Team. Это ребята из 11 стран, которые, с одной стороны, влюбились в атомную энергетику, с другой стороны, решают вот эту самую важную задачу. Сделать мир лучше, сделать свои страны лучше, помочь народам мира, помочь своим народам развиваться, жить более комфортно, более безопасно. Весь вечер мы проговорили вчера в Москве, знали, что наши коллеги провели ночь в поезде, сегодня они в зале, я не могу их не поприветствовать. От них мы черпаем не только энергию молодости, от них мы, конечно, черпаем еще и новые, нетривиальные, небанальные идеи, которые позволяют нам свою корпоративную политику подстраивать, не только в соответствии с базовыми знаниями, технологическими вызовами, но и теми интеллектуальными, теми моральными задачами, которые сегодня видит молодое поколение, которые считают сегодня крайне актуальны. Конечно же, мы благодарим не только участников конференции, мы благодарим наших партнеров, это правительство Нижегородской области, это Ассоциация Национальной Сеть Глобального Договора, конечно, Форбс, нашего традиционного медиапартнера, Высшую школу экономики, вас, Дмитрий, всех, кто вносит не только формальный вклад, но и тратит на вот эту нашу работу частичку своей души, частичку своего сердца, своей энергии, без такой синергии участников и партнеров, конечно, не получится серьезного разговора. Ну и, конечно, еще не могу сказать об одном важном аспекте сегодняшней конференции. Конечно же, вот есть даже такая примета в России, что место, оно во многом определяет, определяет суть происходящего. И то, что мы сегодня собрались в Академии «Маяк» имени Андрея Дмитриевича Сахарова, советского академика, в этом есть свой тоже знак. Андрей Дмитриевич вписал свое имя золотыми буквами в истории нашей страны, в историю мировой науки, вписал как безусловный лидер в части знаний, теоретические знания ядерной физики, в части создания термоядерного оружия, но и как активный гражданин, как человек, который до последних секунд своей жизни выходил с идеями, предлагал те или иные решения. И надо подчеркнуть, что последние годы жизни Андрей Дмитриевич был председателем Совета Комиссии по подготовке новой Конституции нашей страны, тогдашнего Советского Союза, и абсолютное большинство его идей вошли в сегодняшнюю, в действующую Конституцию. Но еще немаловажный факт из истории Академика. Вот он приехал в Саров решать задачу ядерного паритета, будущий 29-летним юношей. Его команда была еще моложе, 24-25 лет. Фактически это были новоиспеченные студенты и аспиранты. И вот им посчастливило в течение 10 лет найти уникальные технологические решения и обеспечить мир на планете за счет ядерного паритета. Поэтому не только знание, не только фундаментальная подготовка, но и молодежное дерзновение, отсутствие страха перед глобальными вызовами, перед глобальными задачами, а наоборот желание их решить и решить их лично, это отличительная черта основателей атомной промышленности нашей страны и в первую очередь Анна Ильича Сахарова. Я думаю, что сейчас вот его дух, его идеи, идеологии, они помогут нам в сегодняшней нашей работе. Огромное всем спасибо еще раз. Правда, честно скажу, очень жалею, что не могу присутствовать там лично, но сегодня запланированы большие встречи и переговоры в Самарканде между главами правительств России и Узбекистана. Обязан быть на этих переговорах, представлять предложение по развитию атомной промышленности, но обещаю вам доложить в ходе наших бесед вот о том серьезном, фундаментальном разговоре международной конференции, которая сегодня проходит у нас в Академии Маяк. Благодарю вас, Алексей Евгеньевич. Ну, мы все прекрасно понимаем, и то, что Росатом сейчас это просто локомотив международного сотрудничества, это факт. Алексей Евгеньевич, если позвольте, один коротенький вопрос. Вот вы сказали про ребят из команды Impact Team 2050, с которыми вы обсуждали образ будущего, в частности, вот этот период поставлен, 2050 год. А каким вы видите вот это будущее в 2050 году, например? Конечно, хочется помечтать, Дмитрий. Конечно, хочется помечтать. Давайте помечтать. Абсолютно оптимистично взглянуть на вот эту повестку 2050. Ребята, кстати, подготовили очень хороший доклад. Это фактически фундаментальное такое творение. Это книга целая, с своими предложениями. И попросили меня вчера сделать то же самое, что и вы говорите, только в формате короткой аннотации, в формате пожеланий на полях этой книги. И я написал вчера следующее. Это чистая планета, это мирное небо, это счастливые люди на всей Земле. Вот из этих компонентов мне бы хотелось, чтобы состояла повестка 2050. Это, конечно же, комфортная среда, там, где человек не просто живет и не наносит вреда природе, а наоборот, вместе с ней, вместе с природой гармонично развивается. Это, конечно, отсутствие конфликтов и направление всех усилий, всех достижений человечества исключительно на развитие, не на противостояние, а на развитие, на то, чтобы сделать жизнь лучше, дольше, качественной, более такой, ну, что называется, соответствующей задачам, которые видит перед собой и человек, и нам предначертала природа. Ну и, конечно, третье, это счастье. Это счастье. Все бессмысленно, если человек не счастлив, если ему не приносят радости ни технологические достижения, ни решения лидеров политических государств, конечно же, главное, чтобы было счастье личное, было счастье семейное, чтобы все понимали, что, несмотря на какие-то сложности, все равно с каждым днем жизнь становится лучше, с каждым днем человек все больше и больше находит возможностей для реализации своего внутреннего потенциала. Вот в этом основное счастье. Иметь возможность принести пользу людям, быть полезными. Но еще один момент, еще одна важная тема сегодняшнего дня, нельзя ее не отметить. Сегодня исполняется 15 лет принятию решения президента о создании госкорпорации «Росатом». День в день, почти в эту минуту, президент подписал закон о государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», дав старт целому ряду событий, целому ряду мероприятий, которые и привели нас в сегодняшний день, где «Росатом» с одной стороны лидер, глобальный лидер атомной повестки, с другой стороны, если так можно выразиться, технологический спецназ страны, решая задачи технологического суверенитета в самой широкой повестке дня от Северного морского пути до вопросов цифровизации, вопросов квантовых, фотонных технологий. Вот все это стало возможно благодаря тому решению 15-летней давности о создании на базе предприятий атомной промышленности новой, мощной, многопрофильной организации. До 50-го года осталось совсем немного 15-ти леток, если так можно выразиться. Мы тоже с ребятами об этом говорили, но по большому счету еще даже меньше 2-х 15-ти леток. Поэтому 50-й год совсем не за горами, и нам нужно очень много потрудиться, нам всем нужно очень много потрудиться, чтобы вот таким же фундаментальным результатом прийти к 50-му году, каким мы пришли за 15 лет существования государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Алексей Евгеньевич, спасибо, что подключились к нам, и спасибо, говорим вам за эту воодушевляющую речь. Я переключусь на английский язык специально для наших гостей из-за рубежа. Большое вам спасибо, Алексей Евгеньевич, за такое вдохновляющее и вступительное слово. Ведь часто так мало времени проходит между принятием решения и формированием тенденций. Мы наблюдаем этот процесс прямо сейчас. А эта конференция, конечно, сегодня в первую очередь о том, чтобы смотреть вперед. И мы сегодня приоткроем дверь, которая ведет дальнейшим инновациям, прокладывая путь к образованию завтрашнего дня, величайшему катализатору позитивных изменений. Я рад пригласить на сцену губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Я рад приветствовать всех на Нижегородской земле. Для нас большая честь, что именно Нижний Новгород стал площадкой для такого масштабного события, в котором принимают участие эксперты из 20 стран мира. Наш город – самое правильное место для проведения такой конференции. Это крупнейший научный и образовательный центр России. Он активно развивается. У нас есть великая история и большие достижения. А главное, конечно, люди, которые внесли большой вклад в науку и образование будущего. Назову всего лишь два имени, известные вам. Андрей Дмитриевич Сахаров и Юрий Исакович Неймарк. Два выдающихся ученых. И теперь имя Сахарова носит Академия Маяк, а имя Неймарк будет на нашем новом IT-кампусе. Мы чтим традиции и, опираясь на них, создаем будущее. Хорошо, что в этой работе у нас есть надежные партнеры и друзья. Я хотел бы поблагодарить корпорацию «Росатом» за пристальное внимание к направлениям, которые сегодня исключительно важны для каждого из нас. Желаю всем продуктивной и интересной работы. Большое спасибо, господин губернатор. Давайте поаплодируем главе региона, который нас сегодня принимает здесь, в Нижнем Новгороде. Прекрасном городе с большой историей и атмосферой, которая как нельзя кстати к нашей сегодняшней теме. Город, который сегодня становится центром содержательных обсуждений по тематике ESG, тематике устойчивого развития. Теперь позвольте предоставить слово Рашиду Алавашу, занимающего должность ответственного за совместную программу Российской Федерации и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Поприветствуем, дамы и господа. Благодарю вас за возможность выступить. Которые с нами присутствуют в зале, и те, которые, конечно, онлайн. Я очень рад, что сегодня состоится международная конференция Global Impact Conference 2022 год. Насколько я знаю, это как раз третий раз организуется такое важное мероприятие для обсуждения важных вопросов доступа к качественному образованию с отчетом опыта и практики представителей более 20 стран, насколько я знаю, которые принимают участие в этой конференции. В настоящее время при сложившейся ситуации в мире качественное образование является ключевым вопросом, поскольку наступил решающий момент для построения будущего, который мы хотим. Сегодня в мире проживает 1 миллиард 800 миллионов молодых людей. Самое большое число за всю историю человечества. Почти 90% проживает в развивающихся странах, где они составляют значительные доли населения. Молодые люди, которые в наше время связаны между собой так сильно, как этого никогда не было прежде, хотят вносить и уже вносят вклад в повышение жизнестойкости своего окружения, предлагая новаторские решения, выступая катализаторами социального прогресса и стимулируя политические перемены как в городской, так и в сельской среде. В то же время, современная молодежь сегодня сталкивается со множеством препятствий и с громадными проблемами. Они возникли в связи с глобализацией, перемещением людей, ограничением гражданских свобод, изменениями на рынках труда и, конечно, изменением климата. В той связи, образовательные платформы призваны в первую очередь способствовать усилению воздействий и наращиванию масштабных усилий, прилагаемых на глобальном, региональном и страновом уровнях в целях обеспечения всеобщего доступа к качественному образованию и, конечно, разрабатывать и внедрять качественное и инклюзивное образование молодежи, отвечающие реальным социально-экономическим и экологическим потребностям населения и поощряющие рациональный образ жизни и устойчивое развитие. Следовательно, признание важной и позитивной роли молодых людей в устойчивом развитии необходимы для построения мира, в котором у них будет возможность раскрыть весь свой потенциал и в котором будут признаваться их способности, правосубъективности и позитивный вклад в качестве проводников перемен. В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить организаторов и спонсоров за проведение столь важного мероприятия и за поддержку тематики повестки дня в области устойчивого развития и выразить надежду на продолжение и углубление международного диалога по этому важному вопросу со всеми заинтересованными странами. Благодарю за внимание. Благодарю вас, господин Луаш. Действительно, мы все взаимосвязаны. Давайте приложим усилия к тому, чтобы этот сценарий стал рабочим сценарием для того, чтобы создать лучшую среду, лучшую мелью, если выразиться по-французски. Мелью – это среда по-французски. Большое вам спасибо. Теперь хотел бы поприветствовать Наталью Дорпеко, исполнительного директора Ассоциации «Национальная сеть глобального договора». Поприветствуем, дамы и господа. Уважаемые организаторы, участники международной конференции. Глобальный договор, национальная сеть российская глобального договора являются партнерами конференции. И мы с большой радостью участвуем в ней, потому что видим колоссальный потенциал общего вклада как в повестку устойчивого развития, так и в развитие национального образования и, конечно, вклад национального образования в международное образование. Тема конференции «Образование как катализатор будущего», которая сейчас открывается, созвучна теме саммита Организации Объединенных Наций «Преобразование образования». Саммит состоялся в сентябре этого года. И по итогам саммита 130 стран взяли на себя обязательства о трансформации национальных, то есть государственных систем образования. При работе саммита Организации Объединенных Наций было проведено 115 национальных консультаций, которые выявили наиболее уязвимые и одновременно перспективные направления для трансформации образования. Также ЮНИСЕФ был проведен беспрецедентный глобальный консультационный опрос, в котором приняли участие более миллиона заинтересованных сторон, обращая внимание, не лиц, а миллиона заинтересованных сторон, а это учителя, студенты, профессионалы в области формирования программ в образовании, государственные представители, ученые. И таким образом сформировались решения, которые будут реализованы в ближайшее время для трансформации образования. Антонио Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отводят образованию решающую роль в борьбе с климатическими проблемами на первом месте, в решении глобальных конфликтов и в борьбе с бедностью. Особое место в развитии системы образования отводится не только трансформации в целом образовательных систем, но и в содействии развитию образования в социально уязвимых сообществах. Конечно, нельзя не сказать о ковиде. Этот период, который выявил, и о чем говорил Рашид Луаш, и сегодня будет об этом много говориться, период ковида выявил большие проблемы в возможности и в доступности к образовательным ресурсам в разных странах. И действительно было приостановлено образование во многих странах. Таким образом, саммит Организации Объединенных Наций ставит одной из приоритетных целей развитие возможности цифрового образования. В связи с чем была запущена ЮНИСЕФ совместно с ЮНЕСКО платформа пути к общедоступному цифровому обучению. Это глобальная многосторонняя инициатива по созданию и внедрению контента для инклюзивного цифрового образования. Но, конечно, все это требует денег. И саммит, который прошел в сентябре, сделал решающий шаг. Было объявлено о создании Международного финансового фонда в поддержку образования. Этот фонд поддерживают ряд европейских стран и одновременно банки развития, азиатский и африканский, что также говорит о ориентации развития образования в этих регионах. Также в результате, по итогам саммита, было обнародовано обязательство о принятии мер в сфере образования в кризисных ситуациях. Ну, толчком послужил ковид, но также глобальные проблемы, тот глобальный кризис, который сейчас происходит, дает задачи, ставит задачи по развитию этого направления. Еще было объявлено о создании партнерства по экологизации образования, что стало ответом на слова генерального секретаря ООН о том, что климатический кризис это битва за нашу жизнь. Ну и то, что касается непосредственно аудитории, находящейся в зале. Была принята декларация молодежи, в которой изложены коллективные рекомендации политикам в отношении преобразований, которые они хотят видеть, а также обязательства молодежи о действиях в сфере образования. Декларация молодежи, принятая в сентябре этого года, это результат очень длительного процесса консультаций, в которых приняли участие почти полмиллиона молодых людей. В декларации говорится, что для того, чтобы исправить, преобразовать состояние мира, мы должны сначала преобразовать образование. И декларация требует, и в этом ее особая значимость, чтобы при принятии на государственном уровне решений о трансформации образования молодежь участвовала в этих процессах не только как конечный бенефицар, то есть как студенты, но и как непосредственный участник выработки новых образовательных систем и ресурсов. И вот уже сейчас начинается подготовка саммита будущего, о котором вы, наверное, слышали. Саммит пройдет в 2024 году в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Также в сентябре планируется проведение его. И контролировать подготовку этого саммита будет специально созданный руководящий комитет высокого уровня по ЦУР-4, о которой все, конечно, знают. Это ЦУР про развитие образования. Комитет уже работает, он отслеживает прогресс, он ставит задачи. И открывающаяся сегодня конференция имеет действительно колоссальный потенциал для того, чтобы вложить, внести вклад в национальную глобальную повестку по трансформации образования. И я надеюсь, и у меня даже есть уверенность, что делегаты конференции смогут взаимодействовать с руководящим комитетом высокого уровня по ЦУР и примут участие в подготовке и работе саммита будущего в 2024 году. Удачи! Спасибо! 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 Спасибо!